Самара в двух шагах от того, чтобы стать кузницей кадров и технологий мирового масштаба. Такова идеология создания единой научно-образовательной системы. Будущий Кагарин-центр должен стать тем звеном, благодаря которому мир узнает о достижениях самарских ученых. Мы пытаемся, чтобы иметь полное представление всего, что сегодня делается в мире, в плане расположения, проектирования, в принципе, все как условно уложено в студенческих кампусах, в исследовательских центрах зарубежных, то, что в стране в последнее время, несколько таких объектов серьезных. Инвесторы готовы участвовать в реализации самого амбициозного проекта. Нельзя забывать и о Тольятти. Теперь город имеет статус «Территория опережающего развития», а это открывает неограниченные перспективы. Сегодня в стране небывалые потребности в конструкторской мысли. Самара в этом может занять первое место. Весь мир, и в том числе и Российская Федерация, стоят на пороге, не стоят, уже началась, так сказать, один называет шестой технологический уклад, другой называет индустриальная революция, четыре. Но это не важно, как называть. Важно, что мы должны быть готовы работать в этих условиях. Ключевыми являются цифровые технологии. ВИАМ, как предполагается, может стать якорным резидентом Гагарин-центра. Причем создание филиала института в Самаре включено уже в состав первой очереди и награда. Впрочем, это на ближайшие годы. Но уже сейчас профессора и академики констатируют, с момента создания совета научная общественность почувствовала весомую поддержку. У нас появилось два опорных вуза, технический вуз, медицинский вуз. Мы за четыре года, дорогие друзья, когда посчитали, в ресурс вузов нашей области, вот Совет Ректоров, получили почти миллиард рублей. Такого не было никогда. Государство будет и в дальнейшем усиленно поддерживать самарские вузы. А стратегическая цель, чтобы разработки ученых сразу применялись в производстве. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.